Добрый вечер! В прямом эфире новости Афонтова в студии Елена Шабанова. Еще одного красноярского чиновника задержали за взятку. Об этом выпуске начинаем с главного. Двадцать первую школу на Свободном готовы снести. Дело в том, что эта школа аварийная, ее закрыли еще в прошлом году и сейчас ей необходима реконструкция. Где в ближайшее время появятся новые садики и школы. Разные смотровые для спортсменов-соперников и судей. В больницах универсиады учли все требования к оказанию помощи на мировом уровне. Все эти травмы так называемые спортивные, это переломы, это сотрясение головного мозга, потому что это связано с горным и лыжным спортом, связано с могулом. Новая постановка ТЮЗа порадует взрослых любителей сказок. Ого! Чего ого? Совсем ничего не видишь, что ли? Точно заяц-то на плебо жрался! Как эстонская культура объединила общемировые семейные ценности. А начиная с животрепещущей автомобильной темы. Красноярские водители спорят о разметке на коммунальном мосту. Представитель Федерации автомобилистов России Павел Стабров на своей страничке в фейсбук обратил внимание, что после того, как на переправе появилась выделенная полоса, выезд на мост от центрального стадиона стал затруднен. Водителям приходится выезжать на полосу для автобусов, а вот перестроиться с нее в другой ряд невозможно. Полоса отделена от других сплошной линии, пересекать которую нельзя. Получается, что водитель в любом случае нарушает правила. Продолжать движение по выделенной полосе нельзя, пересекать сплошную тоже нельзя. С замечанием Стаброва согласились многие красноярцы. Другие водители, наоборот, уверяют, что разрыв для перестраивания там есть, просто он стерся. Сегодня в ГИБДД в этом споре поставили точку. Перестраиваться можно. Прерывистая разметка там есть, но она действительно стерлась. Мэрии уже вынесено предписание, но нарисовать новую разметку сейчас невозможно из-за погодных условий. Поэтому скоро, чуть дальше, передвинут знак полоса для общественного транспорта. Водителям действительно необходимо заблаговременно понимать эту организацию дорожного движения, осуществлять соответствующие заблаговременные перестроения. Попросту говоря, без необходимости не следует двигаться по выделенной полосе, потому что ее никто не отменял. И перестраиваться на полосу, где разрешено движение общему потоку транспортных средств следует заблаговременно. То есть не усугублять ситуацию, не перестраиваться там, где разметка 1-1, сплошная линия, отчетливо видна. А именно в районе слияния, вместо пересечения вот этих дорог, перестроиться на полосу, по которой разрешено движение всех транспортных средств, при этом убедиться, что вам уступают дорогу. Тем не менее, Федерация автомобилистов России решили выявить все грехи, связанные с введением сплошных полос. Пока жалоб мало, но есть. Например, на перекрестке Симафорное-Матросово разрыв сплошной для выезда на вторую полосу настолько небольшой, что многие, повернув Симафорное-Матросово, не успевают уйти с выделенной полосы на общую и вынуждены перестраиваться, пересекая сплошную. Подобные проблемы замечены и в других районах города. Мы уже примерно два месяца говорим о том, что есть такое место очень серьезное в районе партизан-железняка между июнем и Краснодарской. Поэтому мы придумали ряд предложений, которые мы выносим на комиссию по организации дорожного движения, по оптимизации дорожного движения, и будем продвигать их, чтобы их рассмотрели. Чуть не вернулся в СИЗО. Экс-депутат Аркадий Волков сегодня чудом избежал изменения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Прокурор посчитала, якобы обвиняемый нарушил условия домашнего ареста, так как на прошлом заседании дал интервью красноярскими телекомпаниями. Обвинение считает, информация СМИ может повлиять на ход дела и на свидетелей, которые еще не дали показания. Аркадий Волков объяснил, все заседания для СМИ открыты. О том, что ему нельзя отвечать на вопросы журналистов, не знал. Суд согласился и стал на сторону экс-депутата. Суд приходит к выводу в отсутствие достаточных оснований для изменения меры пресечения на заключение под стражу и возможности сохранения избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. К слову, сегодня на суде продолжился допрос свидетелей. Среди них работники благотворительной организации «Машина добрых дел», которые получали заработную плату в управляющей компании «Комфорт». Один из них, бывший электромонтер, сейчас сам находится в СИЗО. И показания давал по видеосвязи. Говорит, не думал, что помощь пенсионерам будет иметь такие последствия. Обсуждали имя рабочая группа, помогаем бабушкам, помогаем новым имущим, инвалидам. Мне вообще, по-моему, это видео нравится. Мне нравится, как он. Напомню, следствие уверено, депутат официально трудоустроил сотрудников, компанию «Красстек», муниципальную управляющую компанию и управляющую компанию «Комфорт», где они фактически получали зарплату за работу в благотворительном проекте. На парламентария завели сразу два уголовных дела за взятку и мошенничество. Следующий суд назначен на 25 марта. Восемь садов и пять школ. Столько появится в Красноярске уже в следующем году. Об этом сегодня на комиссии городского совета рассказали чиновники. Какие планы на 2019 год, знает Ольга Хохлова. На сегодняшний день 4 180 мест, 187 мест, актуальная очередь у нас. По факту те объемы, которые назначены на строительство, она снижает, как раз полностью закрывает эту потребность. В мэрии обещают проблему с очередью в садике, которая увеличилась за последние годы, решат к 2020. Федерация и край выделили на это почти 2 миллиарда рублей. В общей сложности в городе появится еще 2000 мест для дошколят. Уже приобретено здание-подсадик в микрорайоне Нанджуль-Солнечный. Также обещают построить семь новых учреждений. По одному в Покровке, Солонцах-2 и на Бугаче, а также по два в Белых Россах и микрорайоне Слобода-Весны. Со школами ситуация хуже. Покровский построили, опять ничего не продумали. Давайте в новом районе новую школу. А вот там, где уже школы есть, и их по сути дела сейчас нет, этих школ 67-й нет, но там только детский сад можно. А школы? А дети куда будут ходить? Я понял, давайте прокомментирую. Будут перераспределены по другим дальним, дальним школам. А шаговая доступность. Чиновники разводят руками. Есть технические регламенты. По многим в старых районах не представляется возможным построить новые школы. Там детей возят автобусами. Над проблемой предстоит еще серьезно поработать. Строим школы в отдаленных районах, в Солнечном, на Бугаче. И, соответственно, дети, проживающие в этих районах, уже не будут ездить на автобусах. Не будут в пределах пешеходной доступности посещать свои школы. Но это частично снимает проблематику. Но порадовать родителей есть чем. Уже в сентябре детей можно будет отдать в одну из трех новых школ. В каждой планируется по 1280 мест. Их откроют в Солнечном, Покровке и микрорайоне Слобода-Весны. Кроме того, уже в марте экспертизу пройдет проект образовательного учреждения на Пашином. И начнется проектирование школ в Советском районе и на Бугаче. А вот в 21-ю школу, судя по всему, дети пойдут еще не скоро. Дело в том, что эта школа аварийная. Ее закрыли еще в прошлом году. И сейчас ей необходима реконструкция. У депутатов есть опасения, что проект не пройдет государственную экспертизу. Из-за близости школы к дороге. Кроме того, здесь рядом есть узаконенные гаражи. В этом случае 21-ю школу придется просто снести. Радует то, говорят депутаты, что в любом случае участок останется за управлением образования и не уйдет в частные руки. А изучить нагрузку на ближайшие школы пообещали в ближайшее время. Ольга Хохлова, Эдуард Баглай, Афонтова новости. И еще информация для родителей, школьников. Начинается набор в летние лагеря. Со 2 февраля во всех школах города объявляют запись. Заявления будут принимать до 15 апреля. В заявке родителям нужно указать контактный телефон и приложить копии паспорта и свидетельство о рождении. Получить путевку могут дети от 7 до 18 лет, но предоставят ее только раз в год. То есть ребенок не сможет поехать сразу на несколько сезонов. Все лагеря традиционно будут работать в 3-4 смены. Открытие первой в начале июня. Что касается стоимости, родители оплачивают только 30%. Предусмотрено, что этим летом по линии системы образования более 20 тысяч школьников отправятся в летние лагеря. Также с 1 апреля начнется запись детей в пришкольные лагеря. Это бесплатно. Деньги с родителей здесь возьмут только за питание. Подробнее информацию можно узнать в общеобразовательных учреждениях и по телефону 226 13 35. Жители дома на улице Львовской пытаются отстоять права своих детей на дворовую площадку для игр. Гулять с малышами сейчас попросту негде. В свое время жители даже стали участниками федерального проекта «Городская среда». Но, несмотря на их запрос, площадку они так и не получили. Бюджетные деньги были потрачены на парковку и тротуары. Кто виноват и что делать, выяснял Артем Долгаршиных. Мы выходим, у нас кругом проезжая часть, там проезжая часть, там проезжая часть. Дом стоит на перекрестке, Львовская, Волжская. Детям-то некуда пойти. Детская площадка. Головная боль жителей дома 33 на Львовской. Почти в каждой квартире этой девятиэтажки есть дети, но вот гулять с ними негде. Есть придомовая территория, где можно было бы установить и песочницу, и горки с качелями. Но пока что там лишь мусорят да выгуливают собак. Выход один – гулять в соседних дворах. Но и здесь есть подводные камни. Приходится ходить через дорогу, либо приходится дарить соседний дом. А в соседнем доме тоже свои дети, которые бабушки начинают кричать, что вы не с нашего двора. Смысл нам туда ходить. Мы остаемся просто вот на своей лавочке. А возможность установить детскую площадку была. В 2017-м этот дом, как и многие другие, в Красноярске участвовал в федеральном проекте «Городская среда». Проект направлен на облагораживание придомовой территории. Деньги выделяет федеральный бюджет при соучастии самих собственников. На Львовской проголосовали за минимальный перечень услуг – расширенную парковку, тротуар и лавочки. А также за то, чтобы установить детскую площадку. В районной администрации начали выяснять, кому принадлежит место под детский дворик – муниципалитету или жильцам. Пока выясняли, возле дома проложили тротуар и обустроили парковку. А затем объект и вовсе сдали. Люди остались без детской площадки. Но самое курьезное – теперь они не могут участвовать в проекте благоустройства 10 лет. Жильцы ругаются с районной властью, а заодно и со своей управляющей компанией. Сейчас они чуть ли не меня обвиняют как председателя, что вы же подписывали протокол. Ну, конечно, я подписала протокол. Но который протокол я подписывала, в нем жители голосовали все за. Это же легко. Убери последний листик бумажки, пиши любой протокол, приложи мои подписи, передавай все, что хочешь. Управляющая компания ЖСК, которая обслуживает этот дом, рассказывает, что действительно жители просили детскую площадку. Но уже после того, как смета была рассчитана, и внести изменения в проект стало невозможно. Председатель Львовской 33 принесла протокол, или принесла документ, я так понимаю, чтобы внести изменения и включить в локально сметный расчет установку детской площадки. То есть на тот момент, когда она принесла установку детской площадки, была утверждена уже программа по минимальному перечню, и деньги уже были выделены. Кто прав, кто виноват, решат в суде, куда и обратились жильцы Львовской. А чтобы из-за бюрократических тонкостей взрослых не страдали дети, пока жильцам можно было бы скинуться хотя бы на песочницу, а муниципалитету установить турники. Артем Долгаршинных, Эдуард Баглай, Афонтова новости. Как больницы Красноярска будут работать во время универсиады? Экстренной помощи спортсменам и гостям города будут оказывать в краевой больнице и БСМП. В медучреждениях уверяют, горожанам беспокоиться не о чем. Помощь им будет оказываться также своевременно. Екатерина Усатенко расскажет, как подготовились больницы и персонал к главному спортивному мероприятию года. Я очень надеюсь, что до лета мы уже начнем работать в этих корпусах, вот эти три корпуса. Главный врач Егор Корчагин показывает, как в перспективе будет выглядеть территория краевой клинической больницы. Хирургический корпус еще не запущен, но и имеющихся ресурсов, надеяться, вполне хватит. Сформировали две бригады. Одна будет оказывать неотложную помощь в обычном порядке, как и всегда. Вторая бригада – работать с пациентами универсиады. Для этого выделен штат врачей, хирурги, терапевты и узкие специалисты. Мы приобрели дополнительное резервное оборудование и инвентарь для того, чтобы организовать параллельный приемный покой для сотрудников и участников универсиады. Также зарезервировали коечный фонд примерно в общей сложности около 25 коек, которые будут работать все эти три недели. При подготовке учли основные требования Федерации студенческого спорта. По правилам, спортсмены-соперники и судьи не должны находиться в одной смотровой. Поэтому их четыре. Врачи же обзавелись программой российского антидопингового агентства, где показаны все запрещенные препараты. Что касается оборудования, в больнице уже несколько лет используют мневмопочту. Благодаря чему всего за несколько минут можно получить результаты анализов. И удобные для пациентов каталки. Так что непосредственно к универсиаде здесь только таблички на английском и добавили. Пациенты универсиады будут полностью обслуживаться в этом комплексе. А приемный покой для жителей края теперь в поликлинике в соседнем здании. По предварительным подсчетам, во время универсиады медики будут принимать около 150 человек в сутки. А вот так сейчас выглядит хирургический корпус клинической больницы. Стройку на этом объекте обещают закончить к 20 февраля. Но на универсиаде этот корпус задействован не будет. А вот новенький хирургический корпус БСМП. Пациентов здесь принимают с лета 2018-го. В корпусе 15 операционных, в которых за полгода проведены более 17 тысяч операций. Что на 3 тысячи больше, чем раньше. Вне отложки проводят высокотехнологичные операции по сердечно-сосудистой и нейрохирургии, травматологии и ортопедии. На время зимних игр здесь также выводят дополнительный персонал. Поэтому на обслуживании местного населения это обещают в Минздраве никак не отразится. Но все-таки, по словам медиков, обслуживать участников универсиады будут быстрее. К слову, специалисты уже примерно понимают, с какими травмами придется столкнуться. Спортивные – это переломы, это сотрясение головного мозга, потому что это связано с горным и лыжным спортом, связано с могулом и так далее. Мы, зная статистику универсиады в Алма-Ате, мы и предполагаем, мы знаем, что это основной вид травмы. Это будет травматология, нейрохирургия, но все остальное будет гораздо меньше. То, как будут работать во время игр, несколько месяцев отрабатывали в рамках тестовых соревнований. Тогда практически ежедневно за помощью специалистов межрайонной клинической больницы обращалось по несколько человек. Это и спортсмены, и волонтеры. Чтобы помощь оказывалась оперативна, все объекты логистически оправданы. БСМП отвечает за сопку, бобровый лог, биатлон. А вот, например, из Кристалла пострадавших повезут уже в Краевую больницу. Екатерина Усатенко, Евгений Иванов, Афонтова. Новости. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. «Игрянул гром». Постановку с таким названием готовят в Тюзе. Это не инсценировка произведения Рея Брэдбери, это история на основе эстонских сказок. Причем сказок для взрослых про любовь и смерть, но в конце безобязательной для жанра морали. Клавдия Стельмахович побывала на репетиции. Ого! Чего ого? Совсем ничего не видишь, что ли? Точно заяц в конопле обожрался! Женщина с пустыми ведрами не всегда плохая примета. Для Петера, младшего из трех сказочных братьев, крестьянка окажется милее избалованных принцесс. Отношения сложатся не сразу, зато надолго и счастливо. Не то. Что не то? Все не то. Мне сперва показалось, что похоже, а тут совсем не похоже. Мы все равно погружаемся в какую-то другую историю, уходим от будничного мира. И по сути, те же самые проблемы, те же самые переживания у героев. Только все это погружено в какую-то другую атмосферу. Очень интересную, очень приятную, очень игровую и театральную, мне кажется. В этой эстонской сказке собираются сотни сказок других народов мира с похожим сюжетом. Но в этой, родом из Прибалтики, много говорят о смерти. Причем говорят открыто и даже жизнерадостно. На этом строится и конфликт между братьями младшего, винят в смерти матери. И сказочный зачин преодолевать трудности герои отправляются по отцовскому настоянию с того света. Сказка изначально жанр для взрослых. И именно это хотелось сохранить, потому что в сказке в первую очередь выражен накопленный человечеством опыт. Не только в бытовом плане, но и в плане философском. И в плане даже отношения полов. И в очень многих планах. И в плане юмора в том числе. И поэтому мне хотелось вот эту изначальную наполненность сказки донести именно до тех, для кого она предназначена. Еще один необычный штрих. В постановке есть элементы реалити-шоу. В углу сцены стоит красное кресло, в котором персонажи сказки от первого лица рассказывают о своих переживаниях. Вот это злодействует главный отрицательный персонаж по имени Зверь. Натура ее непростая. Анатомия нетрадиционная. Жених! 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 Спектакль родился из небольшого эскиза, который артист и режиссер готовили во время фестиваля эстонской культуры в мае. Он разросся до философской притчи, в которой нет сказочной морали, но много истинной народной мудрости и счастливый конец. Премьера сказки намечена на пятницу. Клавдия Стремахович, Сергей Кашин, Афон. Чемпионат России по биатлону – завершающее тестовое соревнование перед стартом зимней универсиады. Более 150 стреляющих лыжников собрались в Академии биатлона для розыгрыша медалей и мест в студенческой сборной страны. Первоначально соревновательная часть должна была начаться завтра и продлиться до воскресенья. Но из-за неблагоприятного прогноза погоды на выходные ожидается до минус 30 градусов. Чемпионат решено начать уже сейчас. Прогноз был известен уже заранее. И предполагалось, что пока есть возможность в теплые дни провести соревнования. Поэтому как бы и спортсмены предполагали, что скорее всего в среду побегут. Поэтому все команды были готовы, все приехали заранее, еще на этой неделе. Поэтому ничего скомканного не произошло. Сам стадион Академии биатлона преобразился. Расширенные трассы, новое стрельбище. А среди гостей можно увидеть немало именитых спортсменов. Будучи еще спортсменом, выступала здесь в 2015 году. И настолько все изменилось. Вот даже сейчас на дворе 2019 год. Многое что изменилось. Действительно, люди готовятся масштабно к универсиаде. Поэтому, на самом деле, отчасти даже и не узнаю Красноярский биатлонный комплекс. В первый соревновательный день были разыграны медали в спринтерских гонках. На старт вышли женщины. Из-за сильных порывов ветра никто из участников не смог пройти огневые рубежи без промахов. Лучше всех показала себя на дистанции стрельбище Екатерина Машкова. Из Ханты-Мансийского автономного округа. Я старалась не обращать на него внимания, потому что в любом случае он был одинаковым для всех. И все были в равных условиях. Достаточно неплохо себя чувствовала физически. И очень рада, что удалось именно стойку отстрелять на ноль в таких погодных условиях сложных. Завтра в Академии биатлона пройдут смешанные эстафеты. На пятницу запланированы индивидуальные гонки в случае резкого похолодания. В последний день чемпионата организаторы будут сокращать дистанцию или вовсе отменять соревнования. Продолжение следует...